Прошло чуть больше пяти лет с момента выхода Final Fantasy XV. Это, безусловно, одна из самых противоречивых игр серии, которая отпугивает многих людей от того, чтобы попробовать это название. Хорошо, я признаю, что был одним из тех людей, но в конце концов, я решил дать финалу 15 шансов. Как бы то ни было, я собираюсь все разобрать, и мы решим, стоит ли играть в Final Fantasy XV в 2022 году. Чтобы сделать это, нам придется обсудить, почему это название было таким спорным. Если ты хочешь пропустить все объяснения и перейти к окончательному вердикту, не стесняйтесь проверять эту отметку времени прямо здесь. Но, пожалуйста, не забудь поставить лайк видео и подписаться на канал, чтобы получить больше контента в Final Fantasy. Но давай вернемся к обсуждению того, почему людям не нравится эта игра. И поэтому одной из главных причин было то, что игра казалась незаконченной. Если бы ты взял игру в первый день, вставил бы ее и начал играть. И вот появился фильм, который вышел 19 августа, а игра вышла 29 ноября. Значит, у тебя было примерно месячное окно или около того, чтобы пойти посмотреть фильм в кинотеатрах, а затем поиграть в игру. И если бы ты не был суперподключенным, многие люди этого не делали. И поэтому, когда ты открываешь игру, в ней происходит так много всего сразу. И многое из этого не имеет смысла без предыстории Королевской Глифы. В дополнение к этому, было много сюжетных DLC, которые были выпущены с 2017 по 2019 год. Они вроде как исправили многие недостающие части истории, но многие фанаты могли бы сказать, что это было намеренно скрыто из-за планов по медленному снабжению всех DLC, когда игра вышла. Еще одной важной вещью будет предвкушение Final Fantasy XV. И поэтому для тех из вас, кто не знает, эта игра была анонсирована как спин-офф в 2006 году, прежде чем было решено, что это будет основное название. Я верю, что это была Final Fantasy XIII против. И нам дали предварительный просмотр Noctis, просто делающего много крутых вещей, чтобы возбудить людей. И это означало десятилетие ожидания. Поэтому я чувствовал, что, несмотря ни на что, ожидания Final Fantasy XV будут практически невыполнимы, если они не выпустят идеальную игру. Но, эй, если попробовать игру в 2022 году, тебе не придется иметь дело ни с чем из этого. Ты просто сможешь пройти игру полностью со всеми дополнениями. Единственное, с чем тебе придется иметь дело, это поставить лайк видео и подписаться на канал для получения большего количества контента Final Fantasy подобного этому. Но давай перейдем к одной из последних серьезных жалоб, которые были у людей, и это было то, что там был только мужской состав. То, как они были одеты, в сочетании с отсутствием женского персонажа в основном актерском составе, придавало игре сходство с суперхардкорными бойсбендами, и люди чувствовали, что у женских персонажей никогда не было шанса блистать. Так что это просто беспроигрышная предпосылка истории. У нас есть Noctis и его друзья-телохранители, потому что на самом деле они не его телохранители. Ты знаешь, что есть домоседы, и они отправляются в путешествие, чтобы вернуть королевство после того, как у него вторглась империя неплохим. Но если ты хочешь полностью понять это, тебе нужно будет посмотреть фильм «Королевская Глефа» с вторжением в королевство. Не это ставит его в такое положение, когда он вынужден расти, но его опекуны будут рядом, чтобы помочь поддержать его, и сделать из него человека, которым он должен быть, чтобы вернуть королевство и превратиться из принца в короля. И ты знаешь, хотя они выглядят как панк-бойсбенд, я чувствую, что каждый член четырех главных актеров в конечном итоге вырастет в тебе, и ты научишься любить их каждого по разным причинам в их личности. Ты проводишь много времени в машине, и поэтому такие подшучивания между ними четырьмя делают это более приятным, как будто ты в поездке со своими друзьями. Давай обсудим бой. И я поместил это в отдельный маленький сегмент, потому что бой — это еще одна вещь, которая разочаровала многих людей, потому что по сравнению с последними фантазиями, в прошлом эта игра казалась чрезмерно упрощенной и значительно отличалась. Final Fantasy XV — это первая боевая система полного действия, а Square Enix — первый шаг в попытке отойти от пошагового боя. В зависимости от того, как сильно ты размалываешь, честно говоря, ты сможешь размять большую часть контента. И ты знаешь, что я не собираюсь говорить месиво, потому что в этой игре, если вы будете удерживать нажатой кнопку атаки или кнопку уклонения, вы будете атаковать непрерывно или будете постоянно уклоняться. И я чувствую, что это делает игру намного проще играть. Это также способствует чрезмерному упрощению боя. У Нактас есть суперкрутая функция деформации, которая выглядит действительно круто для использования в бою. Но это слишком снисходительно, когда дело доходит до траты маны. Потому что если ты используешь его, чтобы телепортироваться подальше от боевого, это удаляет тебя от всего происходящего. Но это также мгновенно восполняет твою ману. Так что, если ты используешь ее правильно, на самом деле у тебя не закончится мана. Ты можешь использовать комбинированную атаку с другими участниками группы. И очень рано ты начнешь получать оружие от предыдущих королей, который истощит твои HP, пока ты их используешь. Но они значительно сильнее, чем оружие, которое у тебя есть в тот момент, когда ты их находишь. Я думаю, что эта игра действительно блистает качеством роликов и анимаций. Каждая заставка имеет качество фильма, и я чувствую, что дизайн каждого персонажа очень уникален. Но мне кажется, что он идеально вписывается во вселенную Final Fantasy XV. Как будто основной актерский состав очень молод и энергичен. Но такие персонажи, как Игнис, все еще могут выглядеть очень профессионально. Переход от игрового процесса к роликам иногда может казаться плавным из-за того, насколько качественно базовая игровая графика. Поэтому я чувствую, что, хотя боевая система очень проста визуально, она выглядит супер броской, хорошо анимированной, что не дает ей стать такой скучной, какой она, вероятно, была бы, если бы не была с такой качественной анимацией. С тех пор, как игра вышла пять лет назад, он поставляется с значительно сниженной ценой, и если у вас есть PlayStation Plus, вы сможете получить королевское издание, которое поставляется с большинством контента DLC бесплатно. Но теперь давай обсудим, на мой взгляд, лучший порядок воспроизведения контента. Чтобы открыться, я рекомендую тебе посмотреть фильм «Королевская Глефа-1», а затем перейти к Final Fantasy XV. После седьмой главы ты можешь поиграть в эпизод «Гладио». После одиннадцатой главы ты можешь сыграть в выпускной эпизод. Остальную часть DLC я бы рекомендовал сохранить до тех пор, пока ты не пройдешь игру, чтобы избежать спойлеров. Теперь, если у тебя есть королевское издание, тебе придется заплатить за эпизод «Арден». Но если тебе не хочется платить, на YouTube также есть обучающие программы, в которых люди играют через это, чтобы ты мог получить тот же опыт, чтобы завершить все. Я не думаю, что Final Fantasy XV – одна из лучших игр Final Fantasy, но я также не думаю, что она заслуживает всей той ненависти, которую она получает. Возможность воспроизводить весь контент одновременно – это кардинальное изменение игры, в отличие от необходимости кормить сюжетное дополнение с ложечки через несколько лет после запуска. Бой может показаться простым, как только ты освоишься с ним, или не таким сложным, как в других частях Final Fantasy. Но я верю, что ролики качества фильма, хорошо оточенный геймплей и яркая боевая анимация делают вещи интересными. Это в сочетании со смехотворно низкой ценой делает Final Fantasy XV достойной того, чтобы попробовать ее в 2022 году. Если тебя интересует больше контента Final Fantasy, подобного этому, не забудь посмотреть мой плейлист обсуждений Final Fantasy XVI прямо здесь.